Росписи Северной Двины Есть несколько видов росписи. Пермогорская, Мизенская, Борецкая. Но такие названия деревень, как Мокрая, Едома, Барок, они уже куда-то ушли в прошлое и, наверное, остались как названия каких-то сказочных деревень. Но росписи, которые когда-то зарождались, они до сих пор живы. И люди любят эти росписи, они пользуются, делают свой быт более красивым, свою жизнь более насыщенной, когда пробуют именно старые росписи, которые когда-то существовали и были украшением быта. Это могу показать. Сегодня есть вот такой вот у нас ларец. Здесь у нас показана Борецкая роспись. Именно к этой росписи мы сегодня немножечко попробуем приобщиться. Что для этой росписи характерно? Это, наверное, одна из самых богатых и известных росписей на Севере. Здесь уже используется, в этой росписи используется, я вот немножко покажу, да, такая вот книга. В этой росписи есть розетки. В этой росписи, вот я покажу, это вот снизу, да, розетки, которые используются. Мы можем увидеть помимо растительного орнамента, есть треугольники. Есть вот такой вот ленточный орнамент, который состоит также из треугольников. Что изображалось раньше прялки, мы видим, что здесь идут сцены из жизни людей. Здесь пастух играет на дудке, идет, бредет, не спеша стадо коров, собака. Характерным очень для прялок также, вот так и назывались прялки, выезд, изображена лошадь, повозка, кучер. Но также для этой росписи есть и очень необычные сюжеты. Здесь мы можем увидеть красного коня и льва, лев, который догоняет этого красного коня. Что же мы сегодня с вами попробуем сделать? Я предлагаю вписать нашу роспись, наш цветочный орнамент. Вот на такой доске мы сделаем арку. И сейчас я немножко расскажу более подробно, уже буду делать и показывать. Если мы посмотрим на борецкую роспись, то мы можем увидеть, что она довольно-таки яркая. Здесь присутствуют и красные тона, и золотистая охра, и красивая травяная зелень. И вот именно сейчас мы возьмем вот такую доску и будем попробуем, значит, сделаем на ней арку, сделаем поле белым, а вот эти вот треугольники оставим золотистыми. Снизу я планирую ряд треугольников. Для того, чтобы наш процесс был немножечко побыстрее, я вот уже загрунтовала. У меня есть эту досочку, я убираю. Давайте немножко еще здесь все-таки расскажу, как мы делаем арку. Это находим середину этой доски, ставим раствор циркуля, проводим арку, у нас получается. И снизу отмечаем, сколько у нас под треугольники пойдет, вот прямую линию. И далее, вот я уже сказала, делаем вот такое вот грунтованное поле, где у нас будет арка, треугольники, и здесь будут располагаться цветы. Основным мотивом я возьму, основным у нас узором, значит, будет мотив тюльпана. Это очень часто использовалось в барецкой росписи, и именно с него мы сейчас начнем. Я сделаю рисунок карандашом, это будет видно. Также я размещу здесь райских птиц, и потихонечку мы начнем с вами, я буду рассказывать дальше, какие краски мы используем, и начнем рисовать. Центральным элементом нашей росписи будет дерево, древо жизни, и венчать его будет тюльпан. Я уже сказала, что у нас вот есть серединка, мы сразу же немножечко отметим ее на белом фоне. Для чего? Чтобы у нас роспись не сместилась вправо или влево, и дерево занимало вот именно центральную часть. Линии стараемся делать очень плавно, потому что природа, она, в общем-то, предусматривает изгиб ветки, травинки. И у нас не должно получаться ломаных линий. Вот я делаю ствол дерева, к которому будет прикреплено теперь вот очень традиционный такой цветок тюльпан. Рисуем круг, ну так, чтобы он был похож на круг, и внутри вот такие вытянутые капли. То есть это сама форма тюльпана, которая была очень традиционна. Ее можно увидеть на прялках, ковши, хлебницы. Также этой росписи присущи райские птицы. Далее дереву также идут цветы. Сейчас я сделаю набросок, и когда буду делать уже цветом, то будет понятна сама форма цветка. Сверху я планирую вот в этом месте и вот здесь разместить две птицы, которые будут между собой как бы перекликаться. Снизу у меня будет вот здесь располагаться цветок. То есть мы выстраиваем композицию так, чтобы она, эта композиция, вписалась в варку. Здесь я планировала, как говорила, написать птицу. Вот она у меня получается. Сразу же у меня идет клювик. Здесь вот пузико такое, животик. Голова у птицы. Здесь мы рисуем хвост. Делаем очень плавное крыло. Второе крыло. Вот у нас получилась вот такая вот птица. Такой вот тюльпан. Вот уже изначально мы видим, как у нас компонуется вся композиция. Сейчас здесь я изображу вторую птицу. Снизу пойдет у нас тоже такой вот кустик. И здесь сейчас у нас появится, как в сказке, еще одна птица. Так, вот она вспорхнула у нас. Немножечко я подправлю форму. Еще раз обращаю внимание, стараемся делать плавные линии. Немножечко сделаем другое крыло, мы ей расправим. Птица как бы вспорхнула. И еще одно крыло. Какие краски нам понадобятся? Мы работаем либо темперой, либо гуашью, либо акриловыми красками. У меня акриловые краски, которые будут потом закрепляться лаком. И можно это даже лаком на водной основе. Основной ствол, который у нас есть, он идет коричневой краской. Для птиц мы будем использовать охру. И далее будем рисовать уже, писать оперение цветами красный, зеленый. Добавлять украшения в виде точек, волнистых линий. Итак, начнем, приступим. Значит, птица у нас будет золотисто-охристого цвета. Краска вот у меня есть, она как раз акриловая. Используем кисточку, желательно колонок. Это самая лучшая кисточка, как я считаю. Синтетика, да, тоже сейчас многие работают с синтетикой. Но колонок, она все-таки дает нам мягкость. Она более упругая. Поэтому линии, которые мы ведем, они получаются более четкие. Можно сделать тонкий носик у птицы. Мне нравится работать колонком. Стараемся от самого кончика идти и потом работаем плоскость кисточкой. Вот у нас получается уже тело птицы. Дальше у нас будут другие цвета добавляться. Есть у нас уже одна птица прорисовалась. Вот этот вот центр круга тюльпана я тоже делаю охрой. И потом, когда я буду добавлять другие цвета, вот капли, когда в бутоне внутри буду прорисовывать, то эта краска, она, в общем-то, перекроется. Так, и где я еще буду использовать, это вот эта вот птица, следующая. Тело у нас будет золотисто-охристое. Крылья я планирую другой цвет использовать. Итак, вот у нас птицы. Краска у нас сейчас подсохнет немножко. И тогда можно будет уже продолжать работать дальше. Далее я планирую сделать ствол этого древа коричневой краской. Коричневой... Немножко сейчас размешаем, потому что краски имеют свойство становиться густыми, испаряется вода. Вот. Так, вытрем кончик. Продолжаем далее. Вот у нас ствол дерева, который обычно идет в росписи. Это коричневый, но также можно использовать и красный, потому что такие варианты тоже были в росписи, когда ствол дерева и основные цветы все-таки красные. Вот я продолжаю. Начиная от тонкой линии, здесь у нас пойдет веточка, потому что дерево, когда мы видим крону, у нас она не заканчивается прямой такой обрезкой. Нету такой вот обрезанной верхушки. Это всегда либо ветка, которая склонилась, и заканчивается вот именно такой вот плавной. Вот наш ствол. Он у нас и плавный, и крепкий, и в тоже плавные линии, которые показывают, что вот дерево у нас такое гибкое, но и оно еще и крепкое. То есть у него ствол начинается с тонкой линии и заканчивается при корневое такое вот утолщение здесь идет. Дальше я напоминаю, что здесь у нас треугольники будут. Значит, вот я его так закончила. Вот так вот у нас будет выглядеть ствол дерева. Основные цветы, это все-таки красный цвет, поэтому вот сейчас берем красную краску, и уже я буду показывать, как мы прорисовываем основные цветы, которые прикреплены к этому дереву. Вроде очень интересно звучит. И само дерево, как цветок выглядит, и еще цветы, которые также на этом дереве. Я ставлю точку и от нее уже продолжаю. Вот такой вот цветок. Стараемся, чтобы все наши линии были плавные. Пофантазируйте. Пускай в ваших цветах будет ветер, пускай будет солнце. Все, что влияет на ваши цветы, оно способствует тому, чтобы цветок был пышный, красивый, чтобы у него были очень плавные линии. Не забываем, что у нас каждый цветочек, он как бы выходит вот из серединки, он крепится очень плавно. Вот продолжаем сюда линию. Следующий цветочек у нас пошел. Вот он. Раз я закончила. Как бы голова такая, цветочка. И потом полуфистоны такие. И заливаем это все цветом. Для борецкой росписи характерна еще после того, как мы все это зальем, обводка черным цветом. Потом нужно будет черным цветом как раз попасть вот по контуру того цветка, который мы нарисовали. Так вот, продолжаем, да? Вот они, наши пышные цветы, которые прикреплены к основному стволу дерева. Здесь же у нас вот такие вот могут быть бутончики полураскрывшиеся. Такого вот плана. Здесь нарисуем тоже цветок. Мы его наметили. Также идет крепим его к деревцу. и полностью рисуем все цветы, которые мы наметили. Вот все, что у нас карандашиком сделано, сейчас мы зальем цветом. Мы прописали с вами красным цветом цветы. И вот вы видите, здесь у меня идет арка, и как бы внутри расположено само дерево. Но у нас есть вот здесь вот еще треугольники, которые здесь использованы, совсем другой тон. Здесь у меня покрыто охрой, а внутри как бы арка белая, своего рода окошечко. Вот что я хочу сказать. В настоящее время художники рисуют вот именно вот фон. Это может быть такой фон, но вот у нас есть еще и такой образец, который я вам покажу. В настоящее время художники используют для фона и вот такую зелень, светлая зелень. На ней опять же присутствует конь. Мы видим борецкие цветы, но здесь уже более современная и более другая стилизация. Поэтому вот образцы, которые вы видите, тот образец, который я показывала, и вот этот, они в общем-то различаются. Но если мы посмотрим сам цветок, форму цветка, вот то, что я сейчас рисую, то это одна форма. Но опять же, художник здесь поменял цвет. Если у меня это идут красные цветы, то здесь зеленые. Стилизация своего рода вот такая тоже может быть. Давайте продолжим с вами далее. Вот здесь, вот где мы покрывали тоном, золотисто-охристым, здесь также у нас пойдут красного цвета цветы. Беру снова красный цвет и продолжаю дальше. Также нам осталось сделать еще птички и основной цветок, тюльпан. Делаем здесь красным серединку. вот такой вот у нас цветочек уже получается. Лепесток такой красный с одной стороны. Второй. Возможно, кто-то уже видел такие цветы. Для кого? Вот это в новинку. Пробуем. Снова ставим кисточку и делаем капельку. Вот у нас уже цветок немножко прорисовывается. вот такой вот тюльпан. Обычно сверху украшаем немножко свой цветочек еще. и здесь, где у нас будет крепиться сам цветочек. Так, и рисуем здесь цветочек. Опять же, уголок стараемся пополам разделить. Сейчас я возьму немножечко другую кисточку. У этой кисточки более остренький такой носик. И здесь у нас цветок будет состоять как бы вот очень похож вот на этот из двух половинок. Вот сейчас наша красная заливка в общем-то подходит к завершению. Остался этот уголок и мы приступим к тому, что будем рисовать зелень и птиц. Так, здесь что-то у нас еще немножечко. Так. Такой цветок. Саму арку мы потом сделаем, обведем красным и у нас появится более четкое разделение вот этого вот поля. не забываем, что мы кисточку держим вертикально и делаем обязательно упор, тогда у нас рука более четко то есть более четко получаются цветочки. Помогаем сами себе, чтобы рука не дрожала. вот наш бутончик цветок. старайтесь, чтобы цветы получались симметричные, тогда это смотрится более красиво, скажем. вот такие два у нас одинаковых цветочка. Итак, приступаем, берем зеленую краску и будем завершать нашу композицию именно зелеными листьями дополнять. листочки. Зелень, обычно в зелень, которая темная, добавляется желтая краска для того, чтобы цвет стал более такой травянистый, более светлый, более такой естественный. Мне вот крылья захотелось сделать зеленым, поэтому вообще в борецкой росписи можно увидеть и коней зеленых. Это все присуще росписи борецкой. Вот у нас крыло, крылышко, обязательно смотрим, чтобы у нас видно было, как соединяется с туловищем крылышко, чтобы оно крепление, вот как бы продолжение вот здесь вот спинки крепилось к спинке. Здесь у нас потом мы прорисуем более своего рода перышки, сделаем. Это крыло мы решили, что оно будет расправленное. Кладем кисточку. Опять же смотрим, как у нас крепится эта более плавная линия такая. И здесь закругляем. Везде у нас присутствует стилизация. Стилизация цветка, стилизация птицы, крыла. Все у нас стилизованное. Второе крылышко. здесь у нас дальше будет вот такие у нас две птицы. Здесь внутри обычно рисуется капелька, листочек. Продолжаем опять зеленым капелька. Здесь у нас будет тоже капелька. так вот венчает веточку листочек. Здесь листики. Красивая зелень, которая примыкает к стволу, как бы так обнимает веточку, которая у нас здесь потом будет нарисована. Опять же заводим сюда капельку и заполняем тюльпанчик лепестками, чередуя красный зеленый. Здесь у нас будет зеленый. И внизу тоже зеленая капелька. листочки. Листочки. Капельки. Здесь тоже рисуем листочки. Капли. Листья. Итак, продолжаем. там, где у нас к самому стволу садится цветочек, здесь мы еще как бы вписываем листик, капелька, добавляем зелени. Получается у нас вот такое древо жизни. Здесь может быть листочек красивый так тоже сажаем прямо, чтобы он прикреплялся. Капелька. Бутончики и листья в общем-то все заполняют помним, что у нас еще будет обводка и мы более четко пропишем некоторые элементы. Здесь листочки. листочки. Итак, внутри птицы самой мы можем сделать хвост вот такими перышками. Сейчас я еще добавлю сюда красный цвет для того, чтобы птица получилась более красочная. Так. Пускай они у нас будут разные. добавим еще красного воротничка, чтобы было более поживее. сейчас. И у птиц как бы из трех точек такая вот корона бывает. Можно назвать ее так, хохолок. Ставят вот такие вот три точечки. Вот такой хохолок венчает. Можно увидеть иногда и вот тут точки, которые как бы изображают оперение. Полосочки. И наша птичка получается более красочная, живописная. Как и ранее. Чем сказочнее, красивее. Итак, вот мы сделали нашу заливку. основными цветами коричневый, красный, зеленый. И далее у нас сейчас будет самое основное еще это обводка. Обводку мы делаем черным цветом. Как мы это делаем сейчас я также покажу. Итак, после основной заливки цветом мы начинаем делать черную обводку. И как мы это делаем я хочу показать на примере вот этого цветка. Все остальное можно уже посмотреть, что у меня сделана обводка. А здесь я покажу более детально. тогда станет понятно как сделана вся обводка. Начинаем ставим кисточку к самому кончику листочка и продолжаем кисточку плавно. За счет того, что у нас есть упор. И мы делаем это самым кончиком. Рисуем внутри листиков прожилки. Следим чтобы у нас красочка была жидкая. прожилки и сам цветочек. То есть голова цветочка начинаем отсюда. И все стараемся сделать одной линией, чтобы цветочек был плавный. Изгиб у него второй цветочек тоже крепится, чтобы один выходил как бы из другого. Вот так вот. Подправляем. Стараемся попасть прямо по контуру этого цветка. Вот продолжаем. Завиток опять по контуру цветка внутри завиток. Мы повторяем все плавные изгибы, которые у нас у цветка были. То есть мы их повторяем еще и обводим черной краской. Так. И здесь своего рода прожилки. Заполняем сам цветочек. Здесь опять у нас идет повторение. Вот такой красивый кружок. Внутри спираль. И опять имитация прожилок. Все стилизовано. Дальше повторяем листочек. Правляем, потому что черная краска нам позволяет подправить. очень часто тюльпан, то, что мы с вами рисовали, использовалась двойная обводка. То есть там, где у вас сделана основная обводка, вы внутри самого цветка повторяете вот этот контур и обводите все лепесточки, которые есть, вот второй обводкой. Здесь уже видно, что у меня осталось птичку еще обвести. Остальные цветы у меня сделаны. Смотрим, что у нас вот здесь надо добавить. Здесь добавляем вторую обводку. Здесь рисуем прожилки. Просто плавно кисточкой делаем штрихи. Здесь капелька осталась не обведена. И птичка. Мы повторяем изгиб крыла точно так же черной краской обводим. Вот оно у нас наше крыло. Этот изгиб можно подчеркнуть, какой он. Делаем перышки. Показываем здесь тоже оперение. Вот у нас получается крыло. сразу одним движением рисуем клювик. Вот у нас клювик и будет переходить прямо в тельце тела. Вот так. И более такой капелькой крепим ножки. раз рисуем коготочки и вторая ножка у нас раз пошла и капельку заполняем. Вот они более плотные у нас видны. Верхний хохолок делаем сверху головушка стилизованное оперение можно прямо показать как волнистой линией такой. Здесь по красному тоже пройти фистонами. Двойную давайте сделаем. Можно вот так же показать фистончиками здесь оперение. Пройти по всему крылу сделать красивый хвост подчеркнуть волнистыми линиями добавить штрих еще одно крыло опять же подчеркнуть красивый изгиб крыла добавить оперение и делаем глазик. Ставим кисточку и просто проворачиваем вот у нас глаз и здесь немножечко так тоже добавляем перышек. Такая у нас птичка в общем-то обводка у нас сделана но мы смотрим чтобы объединить композицию мы можем добавлять вот такие солярные своего рода знаки здесь решеточка можем поставить красные точки но я делаю обводка и заодно тогда черный композицию немножко собираю там где мне хочется добавить я добавляю краска у нас еще пока не совсем подсохла потом мы будем убирать карандаш а сейчас я сразу же скажу что у нас остались недоделаны треугольники и красная вот эта вот арочка и плюс окантовка по всему по всей доске сейчас я это сделаю кисточкой вы увидите как это берем снова красную краску кисть кисточка нам позволяет сразу же толщина кисти кладем ее и у нас получается как раз по краю мы это обводим самый край вот получается у нас ведем кисточку по самому краешку вот наша окантовочка так давайте сразу же здесь сделаю где у нас пойдут треугольники чтобы немножко успела подсохнуть куда я их впишу снизу будет орнамент будет чередоваться зеленый и красный треугольники как раз подсохнет и я их туда впишу так наша окантовочка развернем чтобы было удобно и мы сразу же видим как только появляется рамка то у работы получается уже более законченный вид вся роспись собирается композиция становится более четкой здесь вот где у меня рамочка арка идет мы можем сделать прямой линией а можем сделать вот такой вот волнистый давайте прямую раз мы уже попробовали сделаем с вами волнистой линии просто отделим два фона вот наша волнистая линия которая пошла она сейчас у нас как раз и сформирует вот эту вот арку вот она эта арочка пошла своего рода окошко окно в мир в природу вот наша волнистая линия сейчас мы когда нарисуем треугольнички и будем обводку делать я наверное добавлю еще здесь по спирали по одной так чтобы наша композиция была более красивая так у нас вот получилась арка как мы рисуем треугольники так как мы рисуем чередуем красный зеленый треугольник то здесь мы можем видеть у нас красным сделано значит красное если я даже сюда зайду кисточкой то это будет не видно треугольничек в принципе можно нарисовать вот за два раза мы ставим точку вот определяем вот у нас будут треугольнички ставим в серединку и вот он пошел треугольничек раз треугольничек и так мы делаем до конца целый ряд закончили красный и заканчиваем зеленый треугольничек дорисовываем и дальше у нас останется опять же обводка сейчас покажу как мы это делаем вот у нас последний зеленый треугольничек и дальше мы начинаем обводку здесь вот где мы отделяем одно поле от другого тоже рисуем волнистую линию так наше поле отделяем наше окошечко так треугольнички не совсем подсохли но сейчас мы их сделаем значит здесь у нас бутончики добавились сделаем чтобы наша досочка окончательный вид приняла треугольнички как раз подсохнут здесь итак наше завершение и вот наш финал последний треугольничек наша работа готова нам останется вот работа подсохнет потом убрать карандаши вот штрих который значит наносился рисунок сегодня мы познакомились с борецкой росписью вот она у нас вот такая получилась наши райские птицы наш цветок тюльпан хочу пожелать всем удачи творчества тем кто первый раз взял в руки кисти чтобы все складывалось все получалось и вы от этого получали только удовольствие всего доброго всем удачусь и удачусь Продолжение следует...